Мир народам, фабрике рабочим, букварь неграмотным. Достойная жизнь рабочим и крестьянам или начало красного террора. Годовщина Октябрьской революции, пусть уже не праздник, но тем не менее памятная дата в нашей стране. Одни ее празднуют как коммунист Степан Кискин, другие осуждают как православный издатель Владимир Шпатаков. А была ли вообще нужна революция, Степан? Хотя нет, вот ваш ответ понятен, вы же коммунист. Владимир, революция, она нужна была? Нет, конечно. Это трагедия России. 7 ноября это национальная трагедия России. Уничтожена мощнейшая держава православная, предателями, врагами России. Благодаря которой расстрел Троцкий и Ульянов Ленин. Предатели, убийцы. Об этом знает весь мир. Об этом написаны десятки книг, архивы уже многие подняты, издано много очень фильмов, они есть в ютубе, в интернете. Достаточно есть фильмов, Чавчеваза, Николая Никита Михалкова, кто заплатил Ленину. Там четко, архивно доказано, кто такой Ульянов Ленин. За счет деньги был сделан переворот. Такой, как на Майдане, за счет деньги, то же самое, все одинаково. Все одна и та же схема. Степан, действительно, в 17-м году коммунисты развалили империю, в 91-м коммунисты развалили союз. Коммунисты способны только разрушать? Ну, смотрите. Во-первых, я хочу поздравить всех граждан с 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Это знаменательное событие было в жизни всего народа. Почему? Потому что веками угнетенный народ царизмом жил в нищете, в бедности. Вот. И хоть мой оппонент и говорит о том, что там Троцкий, Ленин, наверное, но это же неправда. Кто царя сверх? Царя сверх Гучков и генералы. То есть свергла его буржуазия. Так? А потом уже была февральская революция, но они его свергли, а власть удержать не смогли. После этого пришли уже большевики. Так что не надо рассказывать людям, что вешать в суд на уши, не надо дорогу ему вешать. Почему? Потому что было не так. Было так, как я сказал. Вначале буржуазия свергла царя. Так было, да? Кто там в поезде подписывал, заставил царя подписать отречение? Кто? Троцкий или Ленин? Владимир, а ведь действительно... Мы сейчас будем говорить о революции, а не буржуазии. Так это мы привели. Они привели к революции. Они привели страну к революции. Расколотили все, жили параллельно жизнью. Степан, секунду. Вы не смотрели фильм Михалкова «Слонечный удар»? Вот там все показано. Народ жил как, и как жили эти самые дворяне. А как жили коммунисты. Параллельно жили. А как жили коммунисты? А как жил Жданов в Балкарном Петрограде? Ссылках были коммунисты. Ссылках? На охоту ходил Ульянов, да? На охоту. Вот тогда я хочу вам задать вопросы всей студии. Хорошо. Вот сейчас 101-я годовщина Октябрьского переворота. А я хочу вот к столетию убиения царской семьи спросить у товарища Кискина, по каким канонам, по каким морали Ульянов Ленин со своей бандой убил вот этих четырех девочек-девственниц и инвалида Алешу Цесаревича. По каким канонам, по каким морали? Давайте спросим у православных христиан, у мусульман, у караимов, у иудеев, просто у атеистов, у коммунистов. По каким канонам были убиты эти люди? Не просто убиты, они были изнасилованы, они были расчленены, они были сожжены. А вы свечку держали? Ну это доказано все. Чем доказано? Ну это история. Что доказано? Что там насиловали их доказано? Доказано. Мне можно ответить уже? Нет, мало того, что убиты, я по каким канонам ответить? Хорошо, мне можно ответить? Убиты четыре девства. Мне можно ответить? Хорошо, царь вам враг. Можем же отвечать? Дети при чем? Можем же отвечать? Причайте. А по каким канонам миллионы царь положил в Первую мировую войну? По каким канонам? Вы говорите бред. Вы говорите бред. Нет, император положил в первом рывне 1 миллион, а вы 40. А этого мало? А вы 40. А это не люди были? Нет, а вы 40 подождите. Это не люди были, у них детей не было? Немцы не зашли в нашу территорию, выдохнули до Урала, до Сталинграда. В году, когда Гапон привел народ к царю, кто его расстрелял? Народ пришел к царю, да, где расстреливал. Вы что, истории переписать хотите? Господа, ну вот если мы заговорили об истории, Владимир, ведь действительно Австро-Венгрия, Германия, Османская империя, они вот развалились практически в одно время, одна за одной. Российская империя следом. И вот Степан заговорил о февральской революции, которая пришедствовала, октябрьская. Ведь действительно, большевики в ней не участвовали, да? Они не участвовали в этой революции. Там была буржуазия. Зачем мы сейчас будем поднимать вопрос? Давайте будем конкретно. Ответьте, не хочешь поднимать. Сразу не хочешь поднимать. Как только не понимать. Но империю развалили не коммунисты на тот момент. Можно я скажу духовный вопрос коммунистам? Безусловно, революция бы не произошла, если бы верхушка, царская верхушка, и буржуазия так называемая, не зажрались так по-русски. Слава Богу. Можно сказать? Хоть согласен, но слава Богу. Но то, что сделали большевики, вообще не лезет ни в какие рамки коммунисты, и же с ними вся эта команда. Что они сделали? То, что вы развалили, это буржуазия развалила, ввязалась в войну, коммунисты это все предотвратили и подняли страну из руин. Какую подняли страну? Из руин подняли. Вы развалили мощнейшую державу золотым рублем. С мощнейшей экономикой. А только что сказали, кто развалил. Кто царя заставил подписать отречение? Кто? Вы о чем сейчас говорите? Мы сейчас говорим о журналах. Кто развалил, мы об этом говорим. Давайте без подписи царя. Вы там не были. Так, может быть, и царя не было вообще? Вы там свечку держали. Я говорю, вы там свечку держали? Как свечку держали? Есть свидетели, которые там были, и они потом предоставили это отречение где? Господа, давайте не будем решать, кто где держал свечку. Вам факты, это факты. Насчет свечек вы уже там за кадром обсудите. Но у меня вопрос, Степан, Вот коммунисты, насколько могли, они вот запретили частную собственность, да, вот даже там те же частные аптеки, частные столовые, частные магазины, коммунисты, коммуна, да, все общественное, они в свое время обещали землю крестьянам, они ее дали в какой-то момент, но потом прошла насильная коллективизация. Но вот, допустим, вы же сами, как написано у вас в биографии, были предпринимателем и на сегодня им являетесь, а как вяжется вот коммунистическая составляющая? Легко. Ленин прошел этапы, ведь это все по Ленину, вот дошел до НЭПа, начиная от военного коммунизма и дошел до НЭПа. НЭП, одна страна, две системы. Ленин к этому, сейчас Китай по этому живет, по этой схеме живет Китай, там обыкновенный ленинский НЭП, только на современном этапе. Так что здесь ничего нет противоречия, никакого. Понимаете? Вот, пожалуйста, существует. Вы ответили за преступления, расстрелы людей, невинных в подвалах НКВД, ЧК. Причем есть НЭП? Причем есть экономия? А вы ответили за миллионы положенные народа? Ответите? Вы считаете, бред полный. А вы не бред несете? Ну давайте я прочитаю этот труд Ленина. У вас есть? Вы сохранили их? А я его знаю так, что не надо читать, это вы считаете. Вы плохо читаете Ленина. И вот смотрите, он предатель. Он предатель. Конкретно. Пусть студия запишет Ленина. Пусть Германия победит Россию. Даешь гражданскую войну. Нельзя великороссовам защищать отечество. Так, стоп. Сочинение какое? Сочинение какое? Полное собрание защищения, кто? 26.30.108. Записывайте. Не надо мне записывать. Не надо мне записывать. Предатель. Не предатель. На немецкие деньги. Он в тылу России. Он говорил о верхушке России, а не о народе. Та верхушка, которая угнетала народ. А как вы хотели? А как вы хотели? Тюрьма народу. Угнетает народ. А Ленин будет молчать? Господа, если мы заговорили о финансах сейчас. Секунду, Степан. Те, которые кровососы, которые социалисты народа кровь. Степан, кровь красная. Как и на что? Господа, подождите. Владимир, у меня вопрос. Если мы заговорили о финансах. Давайте так, будет говорить он, потом говорит. Давайте абсолютно распределить. У нас в аналогу не получилось. Диалог должен. Я буду его слушать. Он закончил, буду потом говорить. Я сейчас задам вопрос. Я не закончу. Господа, давайте более конструктивно вести нашу беседу. А вот какими-то лозунгами? Владимир, вы заговорили... Вы заговорили... Степан, секунду, позвольте, я задам вопрос. Вы заговорили о финансах. Но ведь на самом деле Российская империя, ее инфраструктура, она ведь тоже экономическая, зачастую зависела от иностранных капиталов. И многие видные деятели, бизнесмены, они были происхождение зарубежного. И ведь эти тоже какие-то финансовые потоки, они влияли на не только экономическую составляющую на тот момент Российской империи, но в том числе и на политическую. Разве нет? Я вопрос не пойму, аж честно. Но вот при Союзе... Финансы всегда были и будут. Я говорю о нашем и не нашем. Вот при Союзе, допустим, все национализировали, вроде как все народа. А в этом случае, да, были какие-то раны? Они загнали все в ГУЛАГ. Или была бесплатная рабочая сила. Как они могли поднять? Ну, только на бесплатную рабочую сила. Мы потеряли 100 миллионов людей. Понимаете, при работе Менделеева, демографическом, он помимо того, что был химик уникальный, он был еще демограф. Он просчитал, что Россия к 1650 году при приросте населения при Николае II будет иметь 280 миллионов населения. К 2000 году Россия должна иметь как минимум 590 миллионов населения. Вот что сделали. Они нас откинули назад на 100 лет и на 500 миллионов людей. Это конкретно. Если Менделеев для вас не авторитет, ну, извините, тогда кто тогда авторитет в этой студии вообще для коммунистов? Но не будем забывать о тех событиях, которые были впоследствии, да, и Великая Отечественная война, которая, безусловно, повлияла на демографию. Какими средствами они взяли эту войну? Вы что, не знаю, что Сталин бездарно... Но скажите, вот альтернативная история. Если бы, к примеру, не было переворота, продолжала существовать Российская империя, мы бы выиграли Великую Отечественную войну? Да ее бы не было. Вы же должны понимать, что англосаксы подняли два христианских народа, немецкий и российский, чтобы столкнуть в этой войне выиграл только Америка и англичане. Мы же должны дочетать, как это же история. Об этом все написано. Зачем мы сейчас спорим? Есть прекрасные книги Леонида Решетникова. Это человек, который возглавляет РСИ, Российский институт российских следов, генерал-лейтенант разведки. Он провел полный политический анализ бездарности, беспредела коммунистического режима. Ну, это же реальные вещи. Ну, зачем сейчас будем говорить о чем-то? Владимир, ну вот у Степана абсолютно другое. Конечно, он же опять говорит не то. Как у коммуниста может быть другое мнение? Ну, вы говорили, я молчал. Я молчу, слушаю говорить. Послушайте теперь. Так вот, альтернативная история, которую оппонент мой рассказывает. Даже если бы не было советской власти, обязательно была бы война. Почему война возникла Первая мировая, мы все знаем. Германия объединилась, капитал объединился, рынки сбыта уже были распределены в мире, и им нужен был передел мира. Вот и началась Первая мировая война. Она была неизбежна. Поэтому, дорогой мой товарищ, не надо говорить о том, что... Ну, вот если бы не было союза, вы говорите, альтернативная история, все равно бы война была. Вы сделали большиняки в ТВУ, переворот сделали, когда мы уже наступали по всем фронтам. Подождите, вы меня... Наша армия осталась 20 км от 40 км от Стамбула. Вы опять меня перебиваете. Вы же сделали переворот в центре Москвы и Петрограда. Вы, Ленин, Сталин, Дзержинский, Троцкий. Знаете, какой переворот когда делают? Когда одно... На американской и немецкой федерации. Один клан, когда один клан дворянский приходит, вместо другого клана. А когда система другому меняется, это революция. Система поменялась полностью. Такого мира еще не знал. От чего он вымер, Ленин, скажите? Ваш лихий деятель. От сифилиса. Вы что, опять... Вы ему поставили диагноз? Он спорил... Как об этом профессор Бехтерев доказал. А глупости это? У него сифилис мозга. Глупости это же. Он в Смольном, я думаю, проститутки, телефонистки не пропустил. Где это доказательство? Вы все несете бред, один бред за другим несете. Конечно, конечно. Если вы там не доведите Ленина, так это не надо говорить. Вот здесь фильм, программа России, президентская программа. Это фильм, вы сейчас знаете, как летится? При чем здесь? Мы много сбавим обороты. Степан, если мы заговорили о вожде мирового пролетариата, вот как считаете, и не раз поднимали эту тему, может, пора захоронить уже? Можно захоронить. Я вам скажу, если мы начнем с мощей, вот Киево-Печерская лавра захоронит все мощи, мощи, которые возят по всей России. Как он сравнивает палача со святыми отцами? Ну как у человека, если у человека полностью стерильное понимание вообще о истории России, понимаете? О святыне. Ну как он, скажу, что он говорит. Он сравнивает палача от сифилиса сдохшего, предателя и преступника, с преподобными святыми киевческой лавре. Вы для чего здесь пришли? Я вас не оскорбляю. Я скажу, что у вас историческая бедра. Вы оскорбляете. Я же не оскорбляю веру вашу. Почему? Я ничего не говорю, что это самое. А вы, какое вы имеете право здесь оскорблять? Да нет, ну коммунисты, коммунисты. Вы предоказательно сидите и оскорбляете людей. Вы что себе здесь позволяете? Да он преступник. Да он преступник. Я могу так и царя сказать, Николай duty преступник. А вы здесь картину показываете. Весь мир матчеревского. Буниин, знаете, я сказал? Да мало что вас бедем сказал. А, тут ли у вас не менделеев, не авторитет. Буниин, не другой. Еще не лебциевский. Для вас это поведение. А что вы? Для вас дьявол авторитет. Дьявол, понимаете? Они это сказали, кровавый. Это кто сказали? Это народ сказал. Глаз народа, глаз больше. Так что сидите не молчите здесь? Господа, сидите тут выделываетесь перед селью. Да я не выделываюсь, что вы делаете. Соль надо иметь, в конце концов. Николай Кровавый, кто обозвал его? Я или вы обозвал? Народ его назвал. Николай Кровавый. А вы тут по Ленина, по Ленина. Мы сейчас говорим о революции. Да, картины не надо натыкать. Господа, давайте, если мы решили... Не надо натыкать картины. Если каждый из вас... Стоп, стоп. Я пришел на провокацию, провоцируйте. Степан. Вы бессовестно провоцируйте, сидите. Господа, если мы решили донести каждый из вас свою позицию зрителям, давайте немного сбавим обороты. Стоп, помолчи. Негодяй. У меня вопрос, Владимир, у меня вопрос к вам. Тем не менее, при становлении советской власти, при приходе к власти коммунистов, возможность получить образование получили многие крестьяне, рабочие. Те люди, которые стали уже не придатком к станку, они просто в земле ковырятся. А действительно развивать какие-то свои данные. Они получили социальный какой-то лик. Прежде чем что-то они получили, была гражданская война, коллективизация. Кто довел до идеи? Кто довел? Кто довел? Такие, как вы и довели до гражданской войны. Вы сейчас доводите. Подождите, Степан. Вы, по сути, отрицаете вот эти, можно сказать, достижения революции? Прежде чем было что-то более... Нет, мы же не говорим, что ничего при советском суде нет. Безусловно, были взяты прекрасные идеи с христианских ценностей. Безусловно, не убей, не укради. И там, почитай старших книг, хлеба к обеду в меру убери. Хлеб, драгоценность им не ссорить. Безусловно, это все было. Никто не говорит. Но это не заслуга коммунистов и большевиков. Это наш талантливый русский народ, понимаете? Который внутри все равно имел христианский стержень. А управлял кто им? Ну это было, к сожалению... Талантливым народом. Ну это все было без Христа, понимаете? Что, они сами по себе, что ли? Да вы не управляли, вы уничтожали наш народ. Кто уничтожал? Геноцид. Да вы забыли про себя, как вы уничтожали народ. Вы забыли. Кто? Николай II ваш, который вы сейчас показывали, миллионы положил. Миллионы, ради чего? Ради своих обросовников, которые жили в Англии. Ваш поддонок Ленин ходил на охоту и к русской прилаганем увенчаться оттуда. Или жениться. И что дальше? А он царя убил с детьми, поддонок. А царь убил миллионы положил. Я говорю. А царь убил миллионы. Да кто лучше? Ленин сидел, ходил на охоту. Да кто лучше? А он поддонок, чтобы он его убил. Секунду, а почему в таком случае... Почему? Подождите, Светлана. Дали уехать. Мать уехала, что царь не уехала? Почему на тот момент победили большевики? Вот если, допустим, в империи все было хорошо. Почему одержали победу большевики? Они ведь пользовались народной поддержкой. Степан, секунду, важный вопрос. В империи хорошо. Безусловно, были промахи. Безусловно, было, конечно, было очень много каких-то недочетов. Но то, что действительно большевики взяли, как бы там ни было, при всех тех нестроениях, при всех той, как говорится, можно так сказать, зазнавшейся верхушки, знать и там, да, следи дворянцев, следи там, князей, там, да, безусловно. Безусловно, но не было того, что сделали большевики. Все равно была страна очень мощная, экономически мощная. У нас был и флот, у нас был и подводный флот, у нас же были самолеты. Да голодовка была. Мощная сельская хозяйство. Голодовка была. У нас был. Да это был спровоцированный холод. Так с кем провоцированный? Ну кончайте вы. Ваши беспросоведи. Степан, а вот принцип коммунистов, подождите, принцип коммунистов тоже есть запретить, да, вот запретить памятники, запретить религию, запретить какие-то праздники. Вот на сегодня... У нас сегодня храмы взрывали, в храмах делали туалеты. Сегодня, если я говорю о запретной политике, на Украине похожая политика, да? Коммунисты ее, безусловно, критикуют, но принцип действия ведь тот же. А я вам скажу, кто научил их этому. Вот он сидит, умничает. А ведь и у язычников были храмы и памятники. Кто их уничтожал? Церковь уничтожала православная. Что, этого не было? Вот откуда история идет. Вот откуда история идет. Возьмет десятилетие назад. Это было? Подождите, помолчите. Было это? Было. Вот откуда? Вот кто научил всех? Идолов убрал. Вот кто? Храмы православные. Людей уничтожали тогда тоже православная церковь. Было такое? Было язычников уничтожали. Чем они были плохие? Потому что вера была другая. Видите, как поступали? И забыл про это. Забыл. А вот про коммунистов он помнит. Все надо тогда всех вспоминать. Всех надо вспоминать подряд. Как себя вели в истории. Степан, успокойтесь. Про коммунистов, безусловно, помнят. Но есть на сегодня модное такое слово, как декоммунизация. Владимир, вы как к ней относитесь? Абсолютно положительно. Абсолютно положительно. Ну а где гарантия, что она не превратится в хаос отрицания своей же истории? Давайте, не надо хаос. У нас, поймите, у нас достаточно. Украина, понимаете. У нас достаточно порядочных людей в России, через которые можно было назвать наши площади и улицы. У нас есть Александр Невский, у нас есть Дмитрий Донской, у нас есть Суворов, Федоров Шуков. Даже коммунисты не смогли затмить их святости и подвиги перед Россией. У нас есть генерал Карбышев, у нас есть Микояны, Покрышкины. Давайте именно что-то. Ульянов предатель. Ну все же это знают. Зачем мы сейчас сидим спорим с Китином, что Ульянов подонок? Степан, а даже вот далеко не ходить. Степан, вот далеко не ходить, скажите. Продал Россию, блин, нафиг, ввязался в эту мировую войну и продал ради своих родственников. Вот словом предатель. А вы знаете, что Совет Народных Комиссаров в 2020 году подписал с международными компаниями, отдал на 70 лет все экономические ресурсы России. Вот, РЕСИ, Российский институт, соединительные исследования, вот РЕСИ, профессор Бахарна, вы распродали все. А мы подняли, подняли Россию. Кто космос полетел первый? Да мы без ваших космос полетели. Вы полетели бы, да, вы полетели бы, да. Вы, что земля крутится, не признавали. Степан, ну вот если, подождите, продолжим. Вы занимались инквизицией. Остановитесь. Вы занимались инквизицией, православие, всего одно молоко. Языщиков инквизицией занимались, и все вы занимались, а теперь вы сидите и учите. Степан, секунду вашего внимания. Вот если мы говорим о декоммунизации, да, я не беру во внимание Ульянова, Ленина, давайте поговорим, та же улица Белла Куна, да, но история подтверждает. Действительно факты, что у человека руки в крови и красный террор в Крыму. А я вам скажу, в Крым сюда, когда была гражданская война, сюда сбежались, все бандиты, все негодяи, все, которых разбила Красная Армия, все здесь в Крыму. Но вы не против переименовать улицу его? Я против. Почему? Потому что он уничтожал вот этих бандитов, этих негодяев, которые сбежались со всей России, которые там резали, уничтожали крестьяна и рабочих. Вот, и они сюда сбежались, все эти негодяи. И здесь с ними разбирался Белла Куна. Вот и все. Лепит лишь бы лепить, что-то, 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 Катарина, кто ли его, уехали лучшие люди, Сикорский, Сикорский уехал, кто из нас Сикорского, который создал в Америке вертолеты и Аэробас, кто из нас лучших людей России отсюда? Откуда он уехал? Вот так, Александр Невский, его почитайте. Откуда он уехал? Коммунисты уважают Александра Невского? Я спрашиваю, коммунисты уважают Александра Невского? Во все времена были свои герои. Нет, Суворово, я спрашиваю, ответьте, уважаете? Уважаете, уважаете Александра Матросова и уважаете остальных героев. Герои были во все времена, да работают. Владимир, а если... То было одно время, а то другое время. Это были верующие люди, которые с Богом побеждали всех врагов. Это разные времена были. А вы пришли, уничтожили, все храмы разрушили. А вы не разрушили? Там каждый день два епископа, 15-20 сушения. Православие не разрушало храм? За что вы, батюшек, уничтожали? А за что они язычников уничтожали? Каких язычников? Которая была вера до этого у нас, языческая. За что? Владимир, а ведь действительно, вот кроме... За что? Трамотный? Послушайте меня, кроме понятия красный террор. Кроме понятия красный террор, ведь было такое понятие, как террор белый. Взять того же Колчака, взять того же Врангеля. Они первым начали этим заниматься, белым террором. Можно поставить знаки равно, белый террор красный. Белый террор начался в мае 18-го года, а в сентябре коммунисты ответили красным террором. Спустя три месяца. Пусть почитают в Википедии. Давайте дадим возможность Владимиру ответить. Я просто не хочу говорить, поймите. Ведь весь мир признал геноцид народа нашего и других народов. Какой мир признал? А что вы? Ну вы просто скажите, белый террор, вы согласны, что он был? Конечно был. Ну, белый террор может быть... Видишь, как вы кручите? Как уж на сковороде. Как уж на сковороде вы говорите. Но вот Колчака до сих пор не обилетировали. Если он не будет... Не будет. Степан, давайте возможность дадим. Если у меня обвинялся студия, вы тут один будете тогда? Да не зачем, сидите на здоровье, попейте компотик, отдыхайте. То, что он не дает. Степан, давайте, вы насчет красного ответили террора, давайте теперь поговорим о белом. Ведь Колчака тоже не реабилитировали. Сколько унес белый террор людей? Колчак? Да, сколько? Ну, десятки тысяч. А коммунисты сколько? Степан, ну это вопрос... Не-не, ну я вам задам. Вы ответили именно... Колчак ответил. Тоже десятки тысяч? Десятки тысяч. Это то, о чем я говорю. Десятки миллионов. Равно? Десятки миллионов. Глупость. Поверьте мне, на Дону только миллион казаков было рассказано. И то, что, когда бабушка моя говорила, вот казак пошел, мальчики били по губам. Слово казак было уничтожено. Они даже убрали слово Россия. Но были казаки и красные? Вот дайте закончить. Казаки и красные? Убрали же все русское, убрали все православное. Они же, это же были, это же были интернационалы, это же были сатанисты. Ленин, Троцкий, Дзержинский, это все же были инородцы, иноверцы. Ну, мы же, мы это прекрасно... А Шолохов, Михаил Шолохов, но он тоже красный казак. Красный казак. И Маяковский был у нас, и писателем. Многие были, и Есенин были писателем. То есть есть исключения, получается, из правила или нет? Причем есть. Знаете, Пилат видел Христа и его отдал на распятие. А Афгарь, царь, видел Христа за сотни километров, писал своего художника, он написал образ Христа, и он исцелился, понимаете? Потому что люди были разные, тут нельзя так, может, вы не поняли евангельский сюжет, что он сейчас рассказывал, но тут надо понимать все эти вещи. А то, что коммунисты в свое время нам преподнесли, понимаете, какое-то благо, так, вы знаете, сам дьявол в Евангелии применял слова из священного писания, когда их слушал Христа. Прынь, прыгни со скалы, ангелы тебя подхватят, не притрежь шаками ногу твои. Это были слова из священного писания. Коммунисты, конечно, они же не могли прийти и сказать, все, будем вешать, убивать. Они красиво все говорили, только делали, все наоборот, вот и все. Вот он говорит, как будто они с луны прилетели. Они у нас тут в России появились. Слушайте, да все руководители приехали в Европу, в Европу все приехали. И эти дворянцы, вот это было. В прошлый раз вы внимательно посмотрите фильм Михалкова. Степан, а ведь, Степан, послушайте меня, а ведь Владимир... В школе плохо учились в советской. Вы в советской школе закончили, а теперь сидите умничаете, плюете тот колой, где пили. Я не плюю на русских людей, советских, я плюю на вашу верхушку. На какую вашу верхушку? Ваше слово «коммунизм» слоган «Кому вниз», «Кому ва», «Ульяна предпочит». Он ответ его не знает. Комуна – это слово «община». Кому вниз, кому ва. А мы всегда жили в России общинами. Степан, ну вот, постойте, ну вот... Ты же этого не знаешь, двойственник. Владимир поднял важную тему, действительно. А теперь пытаются навязать нам еще... Комунизм действительно был популярен в Европе. Это действительно так. Он, скорее всего, пришел оттуда. Но в какой-то момент произошло отторжение наших коммунистов от европейских. Те, наверное, стали буржуа под красными знаменами, да? А наши, может быть, в принципе, извратили идеологию? Какие коммунисты все-таки на праведном пути находились? Европейские или наши? Ну, тут течения много разных, так? Ну, вот, когда-то в свое время говорили, что Китай – оппортунист, а сейчас – ревизионист. А сейчас Китай, он идет по Ленинскому НЭПу. Я вам уже пример привел. Я считаю, что это нормальный, это тот путь, по которому надо идти всем. Ленин тоже пришел к НЭПу, в конце концов. Так что Ленин – оппортунист и ревизионист? Нет. Просто это же новый, будем говорить, путь. Его нащупывать надо было. Был капитализм, капитализм снова начался с собственности. Помолчите. А это общественная собственность. И тут, это впервые все. И тут надо было нащупывать. Ленин нащупал. Господа, у нас времени мало, поэтому позвольте, я последний вопрос вам задам. Вот спустя век, мы действительно пережили за этот период с момента революции 1917 года большое количество событий, много эпох. Но, может, сейчас все-таки стоит зарыть топор войны? Ведь нас объединяет, вот, я послушал вас, как минимум патриотизм. Вот вы готовы протянуть друг другу руки? Ну, смотрите. Вы готовы протянуть друг другу руки? Готовы протянуть, если он скажет, что я православный христианин, я откажусь от идей. И, ведь, вот, я можно, можно, помолчи, помолчите, пожалуйста. Вот смотрите. Ведь он просто человек, он может быть человек и хороший, он может быть переживать за Россию, он может быть даже пойдет за нее умирать. Может быть. Я не буду, я так думаю. Видно, что он любит свою страну. Но он просто безграмотный исторически, понимаете? И ведь они не понимают, что они цепляют на себя кровь тех миллионов людей. Вот эти вот сегодняшние коммунисты, да, они никого не убили. Да, вот они нормальные ребята, кто-то токарь, кто-то свадочек, кто-то предприниматель. Нормально все. Но ведь вот эта сама идеология коммунистическая, которая унесла миллионы невинных людей в России. Да бурзуазные миллионы вносит. Они цепляют. Да крестьян вешали. Бурзуазные миллионы вносит. Миллионы. Я говорю, что старин унес миллионы. Я вам хочу сказать, что наш эфир просто, он уже подошел к... Вот и все. Уже нет возможности договорить. Я уверен, что вы продолжите за кадром. Я повторю, что одна Октябрь, для одних Октябрьская революция, это действительно праздник, да, для других трагедия, но как бы там ни было, это историческое событие определило новый миропорядок практически на целое столетие. Я благодарю вас за беседу, зрителей за внимание. Увидимся завтра в это же время в программе «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. «Вечер» Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...